Беседа, 34-я, страница 218. Тогда женщина оставила водоносство и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Иоанна 4, 28-29. «Много нужно нам возбуждать в себе ревности и старания. Без того невозможно получить обещанные нам блага. И Христос показывает и говорит, «Кто не берет креста своего и следует за мной, не достоин меня» Матфея 10, 38. Или «Огонь пришел я не звести на землю, и как я хотел, чтобы он возгорелся» Лука 12, 49. В обоих случаях он хочет представить нам ученика, горящего, пламенного, готового на всякую опасность. Такова была и жена Самарянская. Она так воспламенилась от всего сказанного ей Христом, что оставила и водонос, и дело, для которого приходила, и, поспешив в город, весь народ увлекла к Иисусу. «Придите», — говорила она, — «и посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Смотри, какое усердие и вместе благоразумие. Она пришла почерпать воду, но как скоро нашла истинный источник, то уже пренебрегла чувственным, научая нас этим хотя и малым примером, что при слушании о духовных предметах надобно презирать все житейское и нисколько не думать о том. Жена в этом случае по своим силам тоже делала, что и апостолы, и еще больше. Они оставили свои сети, когда были призваны, а она добровольно, без всякого увещания к тому, оставляет водонос и окрыленной радостью совершает дело благовестия. Да и ни одного или другого призывает, как Андрей и Филипп, но приводит в движение весь город и ведет к Иисусу множество народа. И смотри, как она благоразумно говорит, не говорит, придите и посмотрите Христа, а привлекает к Нему людей, так же приспособляясь к ним, как и сам Христос привлек ее. «Придите, — говорит, — и посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Да и не стыдится сказать, сказал мне все, что я сделала. Хотя можно было бы сказать иначе, например, «Придите и видите, прозорлются». Так, когда душа воспламенится огнем божественным, то уже ни на что земное не обращает внимания, ни на молву, ни на стыд. Одним только занято бывает, объявшим ее пламенем. Не он ли Христос? Смотри здесь, какая мудрость в жене. Она не утверждает о нем прямо, но и не умалчивает, потому что не хотела увлекать их только собственным своим мнением, а желала, чтобы они, послушав его, сами разделили ее мнение. А это делало слова и еще более для них удобоприемлемыми. Хотя Христос обнаружил и не всю ее жизнь, но и сказанного она уверилась, что и все прочее. Не сказала так же «Придите, уверуйте», но «Придите, посмотрите», чтобы было гораздо легче и более их привлекало. Видишь ли мудрость жены? Знала она, несомненно, знала, что они лишь только вкусят от этого источника, то испытывают то же, что и она. Если бы на ее месте был человек более чувственный, то прикрыл бы сделанное ему обличение. Она открывает свою жизнь и обнаруживает перед всеми, чтобы только привлечь их и обратить ко Христу. Между тем ученики просили его, говоря «Рави, ешь!» Говорили на отечественном языке, значит, убеждали. Видя, что он утомился от пути и тяготившего их зной, они убеждали его. Но это происходило не от торопливости их в принятии пищи, а от любви к учителю. Что же Христос? Но он сказал «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой «Разве кто принес ему есть?» Удивительно ли, что жена, услышав о воде, воображала воду, когда вот и ученики то же самое испытывают и, не помышляя ничего духовного, еще недоумевают. Впрочем, они, сохраняя обычное уважение и почтение к учителю, только между собой говорят, а ему самому не осмеливаются предложить вопроса. Так они поступают и в других случаях. Желают спросить Христа, но не спрашивают. Что же Христос? Иисус говорит им «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Стих 34. Пищей он называет здесь спасение людей, показывая тем, с какой любовью он промышляет о нас. Как мы алчим пищи, так он желает нашего спасения. Но послушай, как он при всяком случае не вдруг все открывает, а сперва вводит слушателя в недоумение, чтобы он, начав исследовать сказанное и при этом недоумевая и затрудняясь, тем с большей готовностью принял искомое, когда оно уяснится для него и тем более был возбужден к слушанию. Почему он не тотчас сказал «Пища Моя есть творить волю Отца Моего»? Хотя и это было неясно, все же истиннее прежде сказанного. Но что он говорит? «Пища, которая есть у Меня, Вы не знаете. Сначала, как я сказал, Он хочет сделать их через самое недоумение более внимательными и приучить их к тому, чтобы они выслушивали иносказательные Его слова. В чем же состоит воля Отца? Это Он высказывает и изъясняет впоследствии. Не говорите ли Вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю Вам! Возведите очи Ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве!» Стих 35, страница 220. Вот опять, близкими к ним указаниями, Он возводит их к созерцанию высочайших предметов. Говоря о пище, Он разумеет не что иное, как спасение людей, намеревавшихся прийти к Нему. То же самое означает Нивы и жатва, то есть множество душ, готовых к принятию Его проповеди. Очи же здесь, разумеет, и мысленно, и телесное, потому что ученики уже видели множество идущих к Нему самарян. А готовность их и предрасположение к слушанию подобляют Нивам белеющимся, потому что, как колоссия, когда побелеют, готовы бывают к жатве, так и они теперь, говорит Он, к спасению приготовлены и благорасположены. Почему же не сказал Он прямо, что эти люди идут уверовать в Него и уже готовы принять Его учения, будучи оглашены пророками и принося теперь плоды, а назвал их Нивою и жатвою? Что значит такие иносказания? Да и не здесь только, но и во всем Евангелии Он так делает. И пророки употребляли такой же способ, о многом говоря иносказательно. Но какая же тому причина? Ведь не напрасно же благодать Духа установила это. Почему же и для чего? С двоякой целью. Во-первых, чтобы слово сделать более выразительным и очевиднее представить то, о чем говорится. Ум, занятый образами из обыкновенных предметов, больше возбуждается и, видя как бы на картине, изображение более увлекается ими. Это первая причина. Во-вторых, для того, чтобы усладить речь и чтобы сказанное лучше утвердилось в памяти. Простые изречения не так усвояются и не так привлекают внимание большинства слушателей, как изложение их при помощи предметов и предметное изображение их. Это, как можно видеть, с великой мудростью сделано в настоящей притче. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будет. Стихер 6. Плод земной жатвы служит не для вечной, а для временной жизни. Духовный плод, напротив, к жизни не стареющиеся, бессмертные. Видишь ли, слова чувственные, а смысл духовный. И самым образом выражение отделяется земное от небесного. Как беседы о воде, изображая свойства ее, он говорил, что пьющий от воды это не возжаждет вовеки. Так и здесь говорит, что этот плод собирается для жизни вечной, да и сеющий будет радоваться вместе и жнущий. Кто это, сеющий, и кто жнущий? Сеющими были пророки, но они сами не жали, а апостолы. Однако они лишены за это радости и награды за труды, а вместе с нами радуются и веселятся, хотя и не жнут с нами, так как жатвы и сеяния не одно и то же. Поэтому где труд меньше, а утешения больше, на то я и соблюл вас, а не для сеяния. В сеянии много тяжкая работа и труда, а в жатве много прибытка, но труд не такой, это легче. Этим он хочет показать, что и желанием пророков было, чтобы люди обращались к нему. К этому и закон приготовлял. Для того они и сеяли, чтобы произвести этот плод. Он показывает так же, что он и пророков посылал, и что новые ветхие заветы имеют великое сродство между собою. Все это он дает видеть вместе посредством настоящей притчи. При этом припоминает и употребляемое многими прислоями. Об этом говорит слово истинное. Есть случай справедливого излечения. Один сеет, а другой жмет. Так говорят многие, когда одни подверглись трудам, а другие пожинают плоды. Он и говорит, что это прислое в настоящем случае очень справедливо. Срудились пророки, а вы собираете плоды трудов их. Не сказал, получайте их награды, а плоды, потому что и великий труд пророков не остается без награды. Так и Давыд сделал, и он припомнил притчу, которая говорит, от беззаконных исходит беззаконие. Первое царство, 24-14. Давид также во время плача вспомнил ее. Поэтому Христос и сказал прежде, и сеющие, и жнущие радуются вместе. Так как он намеревался сказать, что иной сеял, и иной жал, то чтобы кто-никак я сказал, не подумал, будто пророки лишены награды, он и говорит нечто странное и неожиданное, не бывающее в делах чувственных, но в духовных составляющая особенность их. В делах чувственных, если бы случилось, что один посеял, а другой пожал, то бы они вместе не стали бы радоваться, но сеявши скорбел бы, что трудился для других, а радовался бы только жнущий. Здесь же не так. Но и не жнущие того, что посеяли, радуются вместе с жнущими. Отсюда ясно, что и они участвуют в награде. «Я послал вас ужать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Стих 38. Этим-то особенно он ободряет учеников. Им казалось трудным делом пройти вселенную с проповедью, а он дает видеть, что это весьма легко. Бросать семена и приводить неосвященные души к богопознанию, вот что было трудно и требовало много усилий. Для чего же он говорит об этом? Для того, чтобы когда пошлет их на проповедь, они не страшились, как посылаемые на дело трудное. Под прище пророков, говорит он, было гораздо труднее, а вы как самое дело показывает, идете на труд более легкий. Как в жатве легко собирается плод. В короткое время жительницы наполняются снопами и уже не опасаются перемены времен зимы, весны и дождя. Так и теперь, самые дела говорят за себя. Между тем, когда он говорил это, приходят самаряне и тотчас собран плод. Поэтому-то Хрисус и сказал, поднимите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели. Сказал, и это оказалось на деле, и слова его подтвердились событиями. Потому что многие самаряне из города того веровали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Они видели, что жена не могла по угодливости превозносить похвалами того, кто обличил ее грехи или в угодность кому-либо другому обнаруживать свою жизнь. 222. Будем подражать и мы этой жене, и в собственных грехах нелюдей будем стыдиться, но убоимся, как должно Бога, который и ныне видит дела наши и в будущем веке накажет непокаявшихся. А мы делаем противное. Того, который будет нас судить, не боимся. А перед теми, которые не могут сделать нам никакого вреда, мы трепещем и боимся от них бесчестия. Поэтому, чего мы боимся, тем и будем наказаны. Кто ныне опасается стыда от людей только, а не стыдится делать что-либо непотребное перед всевидящим Богом, притом не хочет и покаяться, и справиться, тот в будущий день не перед одним или двумя человеками, а ввиду всей Вселенной будет выставлен на позор. А что и добрые, и худые дела тогда будут выставлены на великое зрелище, пусть научит тебя притчи об овцах и козлищах. И блаженный Павел, который говорит, «Всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответствие на тому, что он нам делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5.10 И та же «Я в свете скрытые во мраке» 1 Коринфянам 4.5 «Ты сделал что-нибудь худое или только подумал о том и скрываешь от людей, а от Бога не скроешь? Но ты нисколько об этом не заботишься, а глаза людей, вот что страшно тебе. Подумай же, что и от людей ты ничего в тот день не сможешь утаить. Тогда все, как на картине, представлено будет глазам нашим, так что каждый станет судьей самому себе». Это видно из плечи о богатом. «Богатый видит перед глазами своими презренного и мнищего», говорю о Лазаре. «И того, кем так часто гнушался, теперь просит дать ему перс свой вытешение». «Итак, умоляю, хотя бы и никто не видел наших дел, пусть каждый из нас обратится к своей совести, поставит самому себе судьей свой разум и раскроет пред ним свои согрешения». «Если не желаем быть посрамленными в тот страшный день, уврачуем наши язвы, приложим к ним врачерство покаяния. Можно ведь, истинно можно быть здоровыми, выйти, хотя бы кто покрыт был тысячами ран. Если сказано «Отпущаете людям согрешения их, то отпустит и вам Отец ваш Небесный». «Если же не отпускаете человеком согрешения их, то и Отец ваш не отпустит вам согрешений ваших». Матфея 6,14 «Как в крещении погружаемые грехи исчезают, так и эти уничтожатся, если захотим покаяться. Покаяние же состоит в том, чтобы уже не делать речь того же, а кто принимается за прежние дела, тот уподобляется псу, возвращающемуся на свою блевотину». 2 Петра 2,22 «И тому, который, пословицы, бьет шерсть над огнем и черпает воду решетом». Итак, надо мной и делом, и мыслью отставать от поползновений греховных, а отстав прилагать к ранам противоположные грехам ворщества. Укажу некоторые примеры. «Ты хищник и лихоимец, отстань от хищения, приложи к ране милостыню. Ты блудодействовал, отстань от блуда и приложи к этой язве целомудрие. Сказал что-нибудь худое и оближьем, повредил ему? Оставь злословие, приложи дружелюбие. Станем так делать и с каждым из наших согрешений, и ни одного из них не будем оставлять без внимания. Настает уже, настает время отчета. Потому и Павел говорит, «Господь близко, не заботьтесь ни о чем». Филиписям 4,6 Но нам, может быть, следует сказать противное. «Господь близко, заботьтесь». Филиписям, кстати, было слышать. «Кстати, ни о чем не заботьтесь, потому что они были в скорби, в трудах и подвигах. А тем, которые живут в хищении, властолюбии, которые должны дать тяжкий за это отчет, тем справедливее вот что услышать. «Господь близко, позаботьтесь». Немного уже остается времени до конца. Мир уже устремится к концу. Это показывает брани, скорби, землетрясения, охлаждение любви. Как тело при последнем издыхании близ смерти подвергается бесчисленным недугам. Как в доме, когда он близок к разрушению, обыкновенно многое падает из кровли и со стен. Так близок при дверях конец вселенной. И поэтому-то распространяется повсюду бесчисленное злополучие. И если тогда Господь уже близко был, то гораздо более ныне. Если за 400 лет, когда это было сказано, Павел назвал то время исполнением времен, то тем более следует назвать так настоящее время. Хотя, может быть, по этому самому некоторые не верят, но напротив, по этому-то наиболее и надобно веровать. Откуда в самом деле ты знаешь, человек, что конец мира еще не близок и что сказано еще не скоро сбудется? Концом года мы называем не последний только день его, а и последний месяц, хотя он имеет 30 дней. Так я не погрешу, если в таком числе годов назову концом и 400-й год. Таким образом, апостол уже в свое время предвозвещал о кончине. Смиримся же и будем жить в страхе Божьем. А если мы живем в беспечности, в нерадении и не ожидаем ничего, то настанет внезапно пришествие. Объясняет, это Христос и сказал, как было во дни ноя, так во дни лота, так же будет и при кончании мира сего. Матфея 24,37. Это и Павел замечает, говоря, когда скажут, мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба, как мука постигает, имеющую в очреве. 1 Фессоникицам 5,3. Что это значит? Как мука, имеющая в очреве. Часто беременные женщины во время забав или обеда, или в бане, или на площади, ничего не ожидая впереди, внезапно бывают застигнуты болезнями рождения. А как и наше состояние таково, то будем всегда готовы. Не всегда же мы будем слышать об этом. Не всегда будем иметь к тому возможность. В Аде, говорит Писание, кто исповедует тебя? В Солом 6,6. Покаемся же здесь, чтобы таким образом унилостилить Бога в грядущий день и получить одного прощения, которого и досподобимся все мы благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова